Приветствую вас, Сергей. Прежде чем начать разбирать ваши пункты, я бы хотел ответить на вопрос, точнее не ответить на вопрос, а разобрать ваш текст, идущий после пунктов, потому что мне он показался несколько более интересным, чем ваши пункты, хотя и пункты тоже. Итак, товарищи специалисты, ну, во-первых, мы не товарищи Советского Союза вроде как, ну, нет, вот, поэтому не совсем понятное объяснение насчет товарищей, вот, то есть, типа, я бы здесь выделил некоторые доказательства, либо это тревожность и стеснение по поводу обращения за помощью, либо здесь у вас проблемы личной границы. Я понимаю, что можно зарабатывать деньги, но прежде чем расстаться со своими кровными, я хочу понять, что вы тот, который вытащит меня из моего болота, найдя нужные слова. Никаких нужных слов нет и быть не может, потому что именно психотерапия работает не за счет подбора нужных слов, а за счет вашего же желания что-то делать. Если такое желание у вас есть, если у вас есть желание что-то делать, то психолог про это направит вас в нужном направлении и все. Если желания нет, то никакие слова вам не помогут, тем более, тем более, что у вас есть элемент сопротивления, у вас есть элемент скептицизма, и есть еще некоторое обесценивание своего состояния, принижение его восприятия как просто такой вот физической болезни, вот, что может быть свойственно, потому что вы обладаете техническим складом ума, но психологические проблемы это не физиологическое заболевание, и, как бы, подход к решению такого рода проблем несколько другой. Он более, так сказать, делегатный и вы можете воспринимать это либо как заработок специалистов, и тут, как бы, ваше, наверное, право так воспринимать, а можете воспринимать, в принципе, как пресс-работу, которая происходит ни много ни мало со всеми людьми, не только с вами и так далее. Дальше, на меня ничего не понятно, так, кстати, написано в ваших профилях, на меня ничего не понятно, но я уверен, что вам понятно, о чем говорю я, поэтому буду благодарен, если вы откликнете сами. Сергей, ну, знаете, какая штука, я, конечно, понимаю, что вам не понятно, то есть, написано в наших профилях, тем более, что сейчас достаточно написано в профилях повторяется, вот, я могу понять вас и понимаю вас, но вот, например, в профилях есть такая графа, такой раздел, как ответы, есть ответы, и ответы, они показывают, как работает специалист, более-менее, более-менее, и все, конечно, но более-менее. Например, у меня, именно у меня, аудио ответы, я работаю вот аудио ответами, и, соответственно, у меня вот в аудио ответах раскрывается примерно то, как я работаю, хотя, безусловно, это, как бы, не отращает все сути психотерапии, да, потому что, ну, психотерапия, она, как бы, работает не на монологии, да, она работает, там, больше, во многом, именно, вот, на взаимодействии, да, на взаимодействии с клиентом, вот. Ну, вы можете почитать, вы можете почитать ответы специалистов, и, как бы, вот, причина, по которой вы это не делаете, то есть ответы специалистов, они, в принципе, ну, как бы, понятны для всех, потому что мы стараемся их, как раз-таки, ну, делать максимально доступными, вот. И, что не позволяет вам почитать ответы именно специалистов, да, именно ответы почитать. Вот этот момент, на мой взгляд, не совсем понятен, не совсем ясный, как мне кажется, вот. То есть, тут, на мой взгляд, вот, не желание самому выбирать специалиста, который подходит вам, как личность. То есть, не с каждым специалистом вам будет комфортно, не с каждым психологом вам будет удобно, не с каждым психологом вам будет, ну, как бы, по себе, да, то есть, не каждая личность, личность, личность не каждого психолога вам пройдет, вот. Поэтому ответы специалистов как раз-таки раскрывают, раскрывают, значит, суть личности психолога, демонстрируют его личность. Знаете? Показывают личность психолога, именно. Вот. И вот это важно, как бы, вот именно важно, то, какая личность у психолога, да, и подходит ли вам эта, понимаете, такая штука. Вот. Как-то, как-то так, примерно. Поэтому очень важно, чтобы вы сами почитали ответы специалистов, да, не их, как бы, профили, да, не их сертификаты. Это, я с вами согласен, это, может быть, не всем, не всегда понятно. Вот. Я понимаю этот вопрос. Ну, именно ответы. И ответы как раз-таки могут раскрыть то, подойдет вам психолог или нет. Дальше. Опыт обращения очень к психологу был. Кто-то сказал мне за деньгами, я говорю, подруга, друзья, бесплатно. Понимаю, использовать не могу. Ну, во-первых, что именно вам сказали, то есть, что именно вам говорили, это первое. Второе. Понимаете, ну, не использовать, есть какие-то препятствия, на этом быть, я так полагаю. Вот. И, как мне кажется, с препятствиями, с препятствиями нужно бы поработать, а то есть, почему вы не можете использовать. Я не говорю, что это проблема отдельно, то, что вы не можете использовать. Но, я хочу сказать, что, вполне вероятно, вам чем-то выгодно вот это состояние, чем-то выгодно для вас. Оно имеет состояние, это имеет вторичную выгоду. И, вот, на мой взгляд, было бы здорово, если бы вы, вот эту вот вторичную выгоду, сами для себя, да, ну, постарались бы определить, то есть, вот, что это за выгода вторичная. Ну, может быть, может быть, у вас, что вы выигрываете от этого состояния. Пока что, я могу предположить только, что выигрываете вы некую, ну, некую пассивность, то есть, вы не совершаете ошибок. Заметно, да, как вы не хотите совершать ошибки, как вы боитесь ошибок. Это вот, то, что бросается в глаза. А, в какой-то момент я предположил, почему я технология, меня сразу по полочкам, я получил определенные теоретические знания, на базе которых, в случае какой-то проблема, я строил список возможных решений проблем. Ну, опять же, вот, от чести, от чести. Именно поэтому, так важно, вам, почитать ответы психологам. Потому что ответы психологам раскроют вам личности, ну, наши личности. И, вы сможете увидеть, с кем вам, по факту, легче работать, с кем вам комфортнее работать. Будет, кто вам подойдет, ну, больше, кто вам подходит. Это вот, совершенно очевидно, для этого, как бы, как бы, мы даем ответ. Для этого мы, собственно, и отвечаем на вопросы, ну, для этого мы даем общие ответы на общий вопрос. Вот, чтобы люди могли посмотреть, чтобы люди могли поисследовать, чтобы люди могли ознакомиться с личностью психолога. Больше, значит, так, у вас рационалистичный вектор мышления. То есть, вы отдаете предпочтение рациональности. Вот, и достаточно, ну, достаточно сильно, на мой взгляд, вы отдалены от чувств, вот, от своих ощущений, достаточно вы отдалены. Вот, а это может быть проблемой. Это может быть проблемой. Здесь некая такая оторванность, низкий уровень эмоционального интеллекта. Вот, не путайте, пожалуйста, с классическим интеллектом это все-таки немножко другое. Вот, поэтому, а я бы здесь, наверное, обратил ваше внимание на этот аспект, что глобально это эмоциональный интеллект. Так, дальше идём, дальше идём. Так, сейчас, секундочку. Так, значит, проще говоря, появляется в голове определённый манал, как нужно сделать так или так, чтобы получить результат. Я бы сказал, что ориентирование на результат, в глобальном смысле этого слова, делает вас весьма уязвимым для проблем. Потому что результат, любой результат, всегда социально обусловлен. Результат любой. Всегда, так или иначе, подвержен социальному, ну, так сказать, социальной оценке. И очень важно понимать, что после достижения любого результата, и именно после достижения любого результата. Всегда есть необходимость в том, чтобы ставить себе новые цели. То есть, только в том случае, результат имеет значение, когда он является частью чего-то большего. Только в том случае, результат имеет важность, когда он является винтиком, когда он является пунктиком, значит, на пути к достижению какой-то более такой глобальной цели. Вот, это важно понимать. Это, ну, в этом важно отдавать себе отчёт. Далее. Значит, в своих одиннадцатых пунктах, что делать, я не знаю. Ну, в себе, в себе, в себе разбираться. Ну, говорит мне, подруга, да возьми, займи, чем ты отвлекись, займи и с ханой. А я не хочу, вот не лежит душа и цель, нет интереса к жизни, нет желания, нет стремления. Есть цели, она только есть, не достигая их, а свои цели не думаю. Ну, чтож, в таком случае, я думаю, что имеет, конечно, смысл поработать с вашими желаниями, имеет смысл поработать с вашими чувствами. Вот, посмотреть, как получается так, что подавляете вы свои чувства, подавляете вы свои ощущения, как так получается, что это происходит. Да? Вот. И, соответственно, уже, как-то вот, после этого будет очевидно. То есть, я не удивлён, что у вас ничего, ничего не получается, потому что свои чувства, ваши чувства вы подавляете. Вот. Было бы более, чем странно, если бы, ну, вы действительно могли, там, чем-то заниматься. Было бы очень странно, если бы вы могли что-то делать, да, без, как бы, эмоциональной, скажем так, подпитки. Вот. уровень эмоционального интеллекта, вот. Этот уровень эмоционального интеллекта сейчас у вас достаточно низок. Ну, с чем это связано, это вопрос, конечно, такой. Отдельного плана, вот, сейчас, как бы, ну, не совсем понятно, с чем это связано. Дальше идём. Не слышу я тех, кто пытается мне помочь, может, не на том языке говорят, нет, у вас нет нацвадских, слышите их. Хотя, такая штука, вы не хотите слышать этих людей. То есть, понимаете, вот, в чём момент вы хотите, чтобы вас, ну, как бы, заставили, заставили, значит, помогли вам, как говорится, на силу. Вот. Ну, немножко это не таким образом работает, да, вот, насильно, насильно, вам помогать вряд ли кто-то будет. Именно, именно, вот, насильно, вам вряд ли кто-то поможет. Вам нужно хотеть, а, до этого нужно мотиваться. Поэтому, я бы здесь повторил ещё раз вопрос, связанный, либо следственно, с выгодой. То есть, вот, какая у вас может быть, а, выгода. Ну, вторичная, вторичная выгода. От того, что вы делаете. Вот. От того, че, в каком положении вы находитесь. Вот. Это было бы вам. Дальше. Не хочу, а, значит, так, тратить свою жизнь, быть всю жизнь задворником, хочу стать нормальным человеком. Ну, что такое нормальный человек? Было бы очень здорово, чтобы вы донесли до нас, что такое норма, потому что норма это, вообще говоря, больше про комплексы, норма это, вообще говоря, больше про сравнивание себя с другими людьми, про единственный какой-то вот стандарт, да, вот, норма это, в большей степени, про непринятие себя, вот, норма это, в большей степени, про, значит, ну, про отрицание своей индивидуальности, вот, про отрицание своей личности, норма она больше про это, к сожалению, вот, и... Проблема для этого. Ну, да, это проблема. Это проблема. Это действительно так. То есть, как бы, правда. Это проблема. Там еще, если вы сравниваете себя, например, на постоянной основе с кем-то, то вряд ли вы будете чувствовать себя как-то комфортно и так далее. Вот. Поэтому здесь нужно, ну, в этом отдавать себе отчет. Вот. То есть, отдавать себе отчет в том, что такое норма, что такое норма, что в общем. Дальше. Я пытался описать, не хотелось бы местами, голями, пользоваться услугами подобного ресурса. Хочется бы, понятно, быстро, главное, эффективно. Это мозг опять, Сергей. Это мозг, это механический подход к работе. Это так не работает. Вам настраиваться не на быстроту эффективности, понятно, а на ощущения. Вот на что вам нужно настраиваться. Теперь. Мне трудно находить общие языки, интересы с людьми. Так было не всегда. На последнее время я прямо вообще не могу. Ну, смотрите. Это так было не всегда. Значит, произошли какие-то изменения. А, что что-то изменилось. Что-то произошло. Вот. Что-то, ну, вот, именно в вас само, вероятно, поменялось, да? А, нужно понять, нужно понять, нужно понять, что именно поменялось. поменялось. Нужно понять, что именно у вас изменилось. Нужно понять, как именно, ну, как именно изменилось ваше, вот, ну, вот, ну, может быть, ощущение себя, может быть, восприятие себя, да? Что вы, вот, как бы, ну, почувствовали такие себе перемены. Вот. Это важно. То есть, не просто вот, что однажды, да, случились, случились, а, какие-то изменения ещё. А это именно чем-то обусловленные изменения. Вот. Ну, например, вопрос, да, допустим, вопрос восприятия других людей. Вопрос восприятия себя. Вопрос того, для чего вам с людьми находить контакт, да? И так далее. То есть, это всё достаточно важно. Вопрос восприятия, да? Вот. 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 Своё взаимодействие. Дальше. Так. Отношения с девушками как фейерверк. Красиво и скоротечно. Ну. Отношения с девушками красиво и скоротечно. А что общего у вас с девушками? Вот именно общего с ними у вас что? Ну. На каких основаниях вы выстраиваете взаимоотношения с девушками, я имею в виду? Вот. Какие основания у вас? Вот именно основания. Потому что если вы воспринимаете девушек, ну, вот, в какой-то степени, да, если вы воспринимаете девушек, просто как девушек, просто как девушек. То есть, это просто, вот, возможные партнёры, да, там, для, ну, для отношений ваших, например. То это, как бы, одно. И в таком случае ничего удивительного в том, что у вас не получается ничего. Ничего. Ничего удивительного в этом. В этом нет. Потому что достаточно ограниченное, значит, достаточно ограниченное восприятие женщин у вас. И таким образом можно в целом задать вопрос. Какова цель, значит, вот, выстраивание отношений с девушками, для чего вы выстраиваете с ними отношения? Важным моментом является то, что вы чувствуете по отношению к девушке. То есть, какие это ощущения? Какие это чувства? Ну, какие это, вот, именно, какое это им восприятие? Как, как, как вами, вами воспринимается девушка, девушка, да? Вот, это тоже очень важный момент, на который нужно обращать вам своё самое пристальное внимание, на мой взгляд. Дальше. Дальше. Ревную, хотя убеждён, что в себе уверен. Ну, как вы понимаете, одно противоречит другому, и... Вы не можете ревновать, будучи уверенным в себе, да? Вы не можете ревновать, будучи уверенным в себе. Поэтому что-то с чем-то здесь немножечко не состыковывается. С другой стороны, ревность может быть идеологической. Это тоже нужно понимать. Что у ревности может быть идеологическая основа. То есть, вы можете просто считать, что, вот, женщина, например, должна, там, о... Не знаю, принадлежать только мужчине и так далее. То есть, какая может быть у вас позиция? Ну, хорошая эта позиция. Или... Плохая. Это уже не столь важно. А важно то, что у ревности может быть различное основание. Мы, как психологи, привыкли воспринимать ревность исключительно как следствие такой вот неуверенности в себе. Вследствие такой вот человеческой, ну, проблематики как бы. Мы привыкли воспринимать это так, но... Вероятные, вероятные. И другие аспекты, как я уже сказал, ревность может быть идеологической. Да, это... Не сказать, чтобы, вот, ну, не сказать, чтобы это, прям, что-то сильно кардинально отличающееся. Да, потому что... Идеологическое ревность, чувство, собственничество, это... По большому счёту, все те же... Ну, все та же проблематика. Вот. Ну, есть одно но. Это... Насколько человеку с этим комфортно? То есть, если вы считаете, что вы должны ревновать, то... Как бы... Это один момент, если вы считаете, что вы прям должны ревновать. А если вы хотите ревновать перестать, то... Вам можно помочь. Вот. Если вы считаете, что ревность – это норма, то помочь вам, вот. В таком случае, наверное, будет затруднить, потому что вы будете просто сопротивляться, вот. И... Это, ну, вот, в какой-то степени это... Достаточно естественная история здесь, вот. Ого, потому что... Вы будете пытаться отстоять свою позицию, будете пытаться отстоять свою... какую-то, ну, точку зрения, и это, в общем-то, нормально здесь. Дальше идём. Эм... Так. Накручиваю себя всегда. Ну, накрутка – это навязчивые мысли, я так полагаю, да. Навязчивые мысли – это определённые желания. Возможно, те, те... Самые желания, которых у вас нет. Которые проявляются только вот в накручивании себя. Опять же, у накручивания себя есть выигры вторичные. Накручивание себя – это такая попытка всё контролировать. Это такая вот, знаете, попытка какие-то вещи предугадать. Это попытка какие-то вещи предвидеть. Ну, на самом деле там ничего особо не получается. Вот. То есть, ну, накручивание, я повторюсь, есть своя основа. И вам это нужно для чего-то. Вот. Зачем-то вам это нужно? Зачем-то вам нужно себя накручивать? Поэтому, прежде чем, как бы, избавлять вас от накручивания, надо, пожалуй, сначала разобраться с тем, для чего вы это делаете. Вот. Какая вот цель. Потому что вы не откажетесь от привычной модели. Поведение просто так. Дальше. Постоянные беспокойства и сомнения. Ну, здесь недоверие себе, чувство недощущенное, что это понятно. Эмоции. Хлещет как фонтан от грусти до агрессии. Низкий эмоциональный интеллект. Я не могу ставить диагноз. Это может быть, в принципе, достаточно острой формой. Вот. А, может быть и достаточно, ну, как бы, приближенной к норме. Вот. Поэтому шут я, к сожалению, вам не подскажу. Потому что это нужно выяснять уже непосредственно на консультации. Вот. Бывают разные формы. Просто. И если форма достаточно острая, так что она прямо меняет вас. Прям влияет очень сильно на тело вашей личности. То в таком случае, конечно, уже имеет смысл обратиться к врачу. Потому что с психологом вам работать не очень-то будет полезно. В таком случае. В таком случае. Ну, при таком подходе. А, вот. В остальном же. В остальном же. Это может быть и нормой. А, вот. Ну, то есть в пределах это может быть. В пределах нормы это может быть и... В таком случае это, ну, можно уже работать с... Значит, ну, с... Психологом. В таком случае. Вот. А, вот. А, ничего как бы, значит, страшного, да? В этом нет. То есть, может, а, может психолог вам здесь помочь. Вот. Ну, при таком, значит, подходе. Дальше. Идём. А, спихолог как спичка бывает из-за пустяка. Ну, с одной стороны эмоции у себя подавляются, с другой стороны, это защита и агрессия. Мне благодарить не согласны. Так говорят обо мне. Ну, хорошо, что вы не согласны. А, опять же, переубеждать вас не цель. Не цель психолога вас переубеждать. А цель помочь вам разобраться в себе и сделать вашу жизнь максимально комфортно. Вот. Как вы сами относитесь к тому, что говорят про вас люди, что вы не умеете благодарить? Вот что, в принципе, меня интересует. А не то, что про вас говорят. Про вас всегда что-то говорят, но и другие люди, ну, в какой-то степени, не без основания, а полагают, что им стороны виднее. То есть, я, ну, как бы, не могу в полной уверенности с этим согласиться, да, не могу, но, как бы, думаю, что это не лишено смысла. Вот. Поэтому мне лично не столь важно, что говорят, а что вы хотите сами поменять. Не верю людям, всегда еще подвох, бываю в этом прав, частенько. Ну, есть хорошая поговорка. Тот, кто ищет, тот тебя найдет. Вот. Тот, кто чего-то боится, тот тоже ищет желаемого. Если вы боитесь обмана, вы его будете везде находить. Поэтому результат здесь не значит ничего от слова соседа. Другое дело, что не верите вы людям, потому что вы не верите себе. Это первое. Второе. Вы, в какой-то степени, перекладываете ответственность, значит, ну, на людей. Да, то есть, как бы. Это, вот, их ответственность говорить вы, как бы, что они, вот, ну, может быть, там, обманули, допустим, меня и так далее. Вот. Хотя ответственность здесь, она обоюдная. Обоюдная. Да, обоюдная. И, как бы, нельзя сказать, что дело только в людях. Да, можно сказать, что дело еще и в авторе. Ну, повторюсь. Проблема. Проблема доверия. Проблема доверия. Проблема доверия связана с тем, исключительно, что человек не доверяет сам себе. Если человек сам себе не доверяет, то, ну, он будет, в какой-то степени, всегда сомневаться, ну, в других людях тоже. Вот. Нельзя выстраивать отношения с людьми, не доверяя себе. И опираться в отношениях на других людей тоже позиция далеко не качественна. Потому что, потому что это делает человека, человека зависимым. Ваши задачи здесь, я бы сказал, учиться доверять себя. Вот. В первую очередь. И выстраивать отношения на именно такие как основания. вот. Это то, что я могу вам сказать. Больше. Так. Постоянно обещаю, что то ли слишком много сидит, то ли что. Ну, про обиды я недавно отвечал. Достаточно развернуто вы можете посмотреть у меня в профиле. Вот. Ну, вы можете посмотреть у меня в профиле. Мой разбор обиды. Вот. Я не буду сейчас об этом говорить, потому что, наверное, просто это слишком долго получится, мне бы не хотелось. Постоянно всех проверяем, подворачивая ситуации так, чтобы понять, что это человек преремный. Но это, опять же, недоверие в себя. Это, опять же, проблема недоверия в себя. Вот. В какой-то степени вы ставите себя выше других, потому что считаете, что вправе проверять людей. Вот. Ну, это, конечно, ни разу не так. Вот. Вы не вправе, конечно, людей проверять. Но, тем не менее, вы их проверяете. Кстати, что имеете на это право. Вот. Хотя, по факту, конечно, по факту, конечно, не иметь. Вот. Но я понимаю, почему вы это делаете, да. Вы это делаете именно, вот, по той, собственно, причине, что вы не доверяете себе. Вот. И вам нужно убеждаться, как раз, в том, что за человек, там, как бы, значит, с вами, да, что за человек перед вами. Вам нужно убеждаться, вот, чтобы чувствовать себя лучше. Вот. Недоверие, вы, недоверие себе, вы компенсируете, вы компенсируете, значит, чрезмерным перекладыванием ответственности, там, на, допустим, других людей. Вот. Вот. Это можно понять более чем. Вот. Но жизнь, жизнь вам это, конечно, не прощает. Вне всякого сомнения. Вот. Проще вам это жизнь не сделает. Вот. Поэтому. Важно, как вы к этому, к этому относитесь. Вот именно вы сами, как к этому относитесь. К тому, что постоянно проверяется людей. Я бы сказал, что это очень важный момент. То, как, как вот вы, именно вы сами относитесь к этому. Вот. Это важно. Крайне. На этом, в принципе, всё. Я думаю, на этом можно мой ответ завершить. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что что-то для себя вы в моём ответе найдёте. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Вы всё-таки сможете найти себе того специалиста, который вам поможет. Всего самого доброго.